Всем привет! С вами снова я, Настя. Прошло уже примерно две недели, даже может быть больше с момента последнего видео про американские и европейские сериалы. Соответственно, пора снять что-то новое. Я просмотрела достаточно много сериалов новых, но из, наверное, семи выбрала пока что только три для вас, которые я могу смело порекомендовать. Первый сериал называется «Красные браслеты». Ты учишься в школе, строишь планы, думаешь, в какой вуз поступить, возможно, участвуешь в каких-то мероприятиях, панцуешь, и в один прекрасный момент в твоих глазах темнеет, и ты оказываешься вместо повседневного пространства в больнице. И врач говорит тебе, что у тебя серьезная болезнь, которую не факт, что они смогут вылечить. Лечение, надежды, у кого-то потеря надежд, кто-то все-таки смело перешагивает свой, скажем так, свой нетуг и в дальнейшем поправляется. Сериал отчасти добрый. Бывают, конечно, проходили такие нотки грусти и печали, но в целом я рекомендую посмотреть этот сериал. После него начинаешь ценить то, что у тебя есть, то, что тебе и так дано. Так что, если бы оценивать по десятибальной шкале, я бы поставила, наверное, девять этому сериалу, потому что все-таки чего-то чуть-чуть мне не хватало. Ну, мы понимаем, что это немножко сказка, и люди с онкологией четвертой степени чаще умирают, чем выживают. Второй сериал называется «Приятный на вид». Думаю, многие его уже посмотрели, он переведен, есть в озвучке, есть с субтитрами, так же, как и «Красные браслеты». Сериал в один сезон и окончательно переведен. Но мы надеемся, те, кто смотрит этот сериал, что будет и второй сезон, потому что сериал очень интересный. Суть сериала. Ну, на данный момент мы все пользуемся соцсетями, кто-то до сих пор знакомится через онлайн-чаты всякие, сайты знакомств. И, соответственно, ты, когда знакомишься с человеком, договариваешься о встрече, не можешь предугадать, является ли он маньяком, тем более, если он симпатичный, внимательный, трудно распознать сразу одержимого маньяка и нормального человека. Данный сериал просто поверг меня в шок именно тем, что все-таки не стали затягивать с темы убийцы, кто же на самом деле играет с убийцей, его показали в конце первого сезона. Так что тем терпеливым, я думаю, понравится такой сериал. И действительно, конечно, осталась небольшая загадка, которая рассчитана, как раз мне кажется, уже на второй сезон. И в дальнейшем, я надеюсь, будет продолжение. Думаю, тема актуальная. Многие из нас сидят в чатах, многие общаются с неизвестными людьми, даже вы смотрите меня. Вы же не знаете, какие у меня, на самом деле, коварные планы. Нет, нет. Ну, от любого может быть приятным на вид. Хотя, кстати, сериал «Айкенди» — это приятный на вид, нежели приятный. Но переводчики есть переводчики. Данному сериалу я ставлю тоже девяточку, вместо десяти. Ой, ко мне котик просится. Данному сериалу я ставлю 9 баллов, потому что все-таки были некоторые моменты, когда немножко затягивали, и уже ближе к концу можно было чуть поактивнее сделать. Более динамичные сцены. Третий сериал, я очень сильно извиняюсь за звук, это с улицы, я тут ни при чем. Третий сериал называется «Возвращенный», «Returned». Есть также это ремейк с французского сериала. Серии пока что только выходят. На данный момент вышло пять серий. По-моему, четыре из них с русскими субтитрами, некоторые есть, по-моему, в озвучке. Пятая серия только на английском. Я смотрю сейчас в основном на английском, потому что, кстати, в принципе, если вы изучали английский, более-менее младеете, то там все и так понятно без перевода. Можно смотреть вживую. Кстати, очень помогает английским заодно. Сериал, сюжет его заключается в том, что в жизни каждого человека есть тот дорогой, близкий нашему сердцу человек, который умер, которого мы потеряли. Ну, не у всех, конечно, допустим. Та же самая любимая бабушка, возлюбленный, муж, брат, просто друг. И в один прекрасный момент люди в городе погибшие начинают возвращаться. Причем по неизвестной причине, хотя все их уже похоронили, видели труп, а спустя время они возвращаются, как ни в чем не бывало. Сериал как раз показывает со временем возможные причины возвращения людей. Допустим, кто-то умер, ну, не своей смертью. Здесь рациональная причина тому, что, мне кажется, все-таки человек вернулся, грубо говоря, отомстить. При этом главные герои, они не помнят последних событий, почему они умерли. Поэтому, мне кажется, самой большой закаткой остаются вот некоторые персонажи, которые умерли насильственной смертью. Чем сериал закончится, не знаю. Если вам любопытно и вы хотите посмотреть уже заранее, можете посмотреть на «Зов сердца», по-моему, так, или «Зов скорби», по-моему, что-то вроде этого. Там как раз французский сериал, там единственная, по-моему, серия почти тут один в один, только актеры другие. Мне больше нравятся актеры в американской. Там и англичане есть, и есть, как раз, американцы. Поэтому очень интересно слушать на английском именно вот эти акценты, диалекты. Так что я вам его рекомендую. Из сериалов, пожалуй, на этом все. Но как бонус приятный для просмотра, наверное, все-таки больше для девушек. Те, кто любит «Уй, кисечку хочет зайти на балкон, а я ее не пускаю». Ну, обойдется. Для тех, кто любит посмотреть там такую легкую комедию на один раз в стиле «Это все она». Это старый фильм. И вышел фильм «Простушка», по-моему, так. Простушка как раз рассказывает о современной политике. У каждой подруги есть менее симпатичная подруга. И это закон жизни, потому что во всем мире будут люди красивее тебя. Я не знаю. В любом случае есть человек, который будет симпатичнее либо красивее. И чаще всего, если обратить внимание, у каждой компании, допустим, три подруги, две, может быть, еще так ничего равняются, а третья так себе. И, в принципе, либо просто две подруги и одна так себе. Это закон жизни. С этим надо смириться и особо как-то не расстраиваться. Посмотрите фильм, и думаю, понравится. Он легкий. По-моему, идет всего два часа. Ну, может, час, полтора часа. Так что поднимет вам настроение, если погода не радует. Сегодня вроде более-менее я уже в хорошем настроении. Так что надеюсь, вам понравятся данные сериалы и фильмы. Ставьте пальчики вверх, оставляйте комментарии. Также сейчас, наверное, спросят, а почему ты никогда не говоришь про сериал «Ганнибал»? На самом деле я его посмотрела, у меня очень двоякое впечатление после него. Во втором сезоне я просто чуть ли не волос на голову рвала. Какого фига вообще сценаристы творят? Сейчас снимаю третий сезон. Не знаю, буду я дальше продолжать смотреть сериал. Просто это вообще... Вонос мозга был. Мне кажется, игру престолов я и то легче осилила. Ну, так что... На этом, пожалуй, все. Хоть было болеть, а то я это люблю. Всех люблю, всех целую, всем пока. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...